На юге Китая, в городе Фошань, мастера взяли курс на развитие древнего искусства создания гравюр. Инициатива принадлежит местному ремесленнику Фэн Бин Тану. Потомственный художник проводит обучение аутентичной техники прямо в своей мастерской. Это тот случай, когда творчество не только вдохновляет, но и позволяет зарабатывать. Работы мастера и его учеников пользуются спросом у ценителей искусства ксилографии. Подробности в материале моих коллег. Лю Чжун Пин в южном китайском городе Фошань – личность известная. Талантливый мастер уникальной техники создания гравюр и предприниматель. Ее шедевры здесь в цене. Сюжеты из «Легенд о богах» пользуются особой популярностью у современной молодежи. Такому спросу мастер рада. Еще будучи ученицей, Лю Чжун Пин пообещала своему гуру нести аутентичную технику в массы. У нее очень оригинальные идеи, работы и мастер-классы показывают молодым людям, что техника гравюр актуальна по сей день. Кроме того, она очень быстро учится и по-настоящему любит это искусство. Силография Фошань – традиционное ремесло на юге КНР. Его истоки уходят корнями во времена династии Су почти 800 лет назад. Тогда такие смелые цветные гравюры местные жители часто использовали для украшения домов. Для мастера Фен Бентана ксилография – это не просто семейная традиция, дело жизни. Он перенял ремесло от отца и передал сыну, который успешно продвигает технику в наши дни. Но времена, признается гору, были разные. В 1980-х интерес к гравюрам Фошань резко упал. Тогда семья ремесленников еле сводила концы с концами. Я привык, что у меня как минимум полдюжины подмастерьев. Ремесло это совсем не простое, требует долгих лет обучения. Для кого-то это скучно, для других становится интересным увлечением и даже делом жизни. Ксилография Фошань – искусство довольно трудоемкое. Каждое изображение должно пройти через пресс в четыре раза, чтобы получилось три цвета – красный, желтый и зеленый. Для связанного, так называемого, когерентного рисунка необходимо предельно точно выровнять четыре резные блока. До увлечения гравюрой Лю Чжин Пин помогала мастеру Фэн Бин Тану с продажами. Сопровождая экскурсии, приводила клиентов к его магазину. В процессе сотрудничества с гуру она оценила приверженность художника любимому делу и загорелась сама. Когда я увидела господина Фэна за делом, на меня снизошло вдохновение. Я сказала себе, что тоже хочу стать гравюром. Но у Фэн Бин Тана по поводу хваткой девушки были свои планы. Он предложил ей заниматься продвижением его искусства в массы. Но будущая художница настояла на создании работ своими руками. Желание творить было не унять. Во время работы над гравюрами я погружаюсь в медитативное состояние. Иногда мне даже кажется, что в процессе творчества я общаюсь с какими-то богами. Я даже прошу их о чем-то для себя или с чем-то. Это можно сравнить с моментом, когда ты видишь падающую звезду. Такой радостный опыт. За последние 10 лет интерес к искусству ксилографии Фаошай увеличился в разы. И речь не только о бизнес-составляющей. Мастерство Фэн Бин Тана признали на национальном уровне и решили поддержать. При помощи властей Фаошани одна из лучших учениц мастера Лю Джун Пин приняла участие в престижном мастер-классе Пекинского университета Тинхуа. Девушка уверена, это важный шаг в деле продвижения аутентичного ремесла в массы. И она обещает не сходить с амбициозного маршрута. Виктория Слепцова, CGTN.